Вячеслав Зарубин правительства некой области, как поставить авторитет и установить новую власть. У нас все это очень четко описано. Это вообще без проблем. Понимаете, когда идет вот такое состояние паники, непонимания и так далее, то есть тот возьмет власть, у кого есть люди, небольшое количество, способные на поступок, дерзости есть, дерзость, чтобы заявить, что ты власть, за неподчинение расстрел, все. Вот вы можете расстрелять человека, значит вы будете властью. Не можете, вы не будете властью, поймите. Ну там так. То есть за неподчинение расстрел, все. Все подчиняются. Подчиняются тому, кто может их расстрелять. Все. Другого варианта нет. Понимаете, и когда уничтожается государственная власть, да, остаются только два элемента. Понимаете? То есть вообще существует несколько элементов, да, которые, ну помимо инстинктов человеческих, да, которые движут. Поэтому, когда у государственной власти нет, остается власть насилия, безусловно, и власть денег. Но власть денег не работает в этой ситуации. То есть нет государства, и деньги не имеют никакого значения, да. То есть они имеют значение тогда, когда более-менее понятная ситуация. Когда непонятная ситуация, имеется только власть топора. Если вы способны эту власть топора реализовывать, да. Ну и, конечно, власть инстинктов, в том числе и страха. А власть насилия и власть денег – это ни одно и то же нет. Почему? Если у вас нет, может, не быть ни копейки денег, да, при этом у вас есть оружие, да, и группа какая-то серьезная. Это не власть денег. Или у вас нет никого и ничего, да. Но и власть денег вы можете употребить, да. То есть, когда есть какие-то элементы государства, вы можете кого-то подкупать, вы можете какие-то решения продвигать при помощи денег и так далее. Это абсолютно разные силы. Есть также власть обмана. В том числе, туда можно включить власть убеждения, да. Власть обмана, власть убеждения – это тоже очень сильная власть. И тоже этим надо пользоваться. Ну, как говорил Аль Капоне, да, что я всегда добивался того, что хотел, добрым словом и пистолетом, да. Деньги от бумажки надо государство дезинтегрирует. Да, ну, мы видели это реально, когда была гражданская война. Да, ну, и вообще, когда большевики взяли власть, что случилось с керенками? То есть, ими стали сортиры обклеивать этим керенками. Например, большую цену имели деньги, да, которые просто какие-то отдельные там атаманы печатали на листках бумаги, давали расписки. Точно так же, как во время этой войны за независимость североамериканских штатов. Там просто по расписке давали. Вячеслав Страх дает власть, но также и заставляет сопротивляться. Насколько мне известно, белую гражданскую не сопротивлялись бы, если бы не воелись. Конечно, безусловно, но это в глобальном масштабе. Когда вся страна, да, у большевиков была вся страна, они начали переписывать офицеров. За каким хреном они стали делать дураки, что в результате на Дону произошло то, что произошло. 28 мая 2018 года они приказали всем офицерам прийти там в Москве куда-то, я уж не помню, чуть ли не на Лубянку, да, встать в очередь. И пока в очереди стояли, все договорились, говорят, что мы туда стоим, на кем нам это нужно. В паровоз и поехали на Дон, сейчас мы там восстание поднимем среди казачков. Так и получилось. Ну, это я упростил, конечно, но, собственно, так и было. Вячеслав, как быть, если я один на тысячу готов поставить свое дело, но меня из страха никто не поддержит? Да нет, ну что мы. Наверняка масса людей, которые тоже готовы, если вы будете очень упорным, и, кроме всего прочего, в вашем регионе масса наших соратников. Мы просто вас не объединяем по причине того, чтобы не спалил ФСБ вас. Вот и все. А это будет объединение, уже будет открыто, можно сказать. Мы мальцевские, там, номер 35, и все там. Знаете, сколько их будет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok